Здравствуйте, дорогие телезрители! Скучает душа моя о Господе, И слезно ищу Его. Как мне Тебя не искать? Ты прежде взыскал меня и дал мне насладиться Духом Твоим Святым. И душа моя возлюбила Тебя, скучает душа моя о Боге, И слезно ищет Его. Милостивый Господи, Ты видишь падение мое и скорбь мою, Но смиренно прошу Твою милость, И злей на меня грешного благодать Твоего Святого Духа. Я только что прочитал отрывок, Небольшой отрывок из рукописи, Опубликованной в 1948 году. Замечательным афонским монахом, А потом и основателем монастыря на востоке Англии, Архимандритом Сафронем Сахаровым. Но этот текст, отрывок которого я прочитал, Написан не им. Эти слова принадлежат не отцу Сафронию, Они принадлежат его учителю, Простому и, можно даже сказать, Полуграмотному тамбовскому крестьянину, А ныне прославленному афонскому святому Монаху Силуану Антонову. Сегодня 24 сентября по новому стилю, Это день памяти преподобного Силуана Афонского. Силуан не был даже священником. Весь период своей афонской жизни, А на горе Афон он прожил почти 46 лет, Он нес простой и очень тяжелый физический труд, Потому что с детства отличался недюжинной силой, Был высоким, могучим человеком. На афоне Силуан много трудился, В частности, трудился на монастырской мельнице, Где носил большие, тяжелые мешки с мукой. Архимандрит Сафроний, Его ученик был высокообразованным монахом, Богословом, прекрасным художником. Он родился и обучался в Москве, И на Афон прибыл, когда ему было меньше 30 лет, И поступил в ученики к Силуану. Как же так? Выходец из крестьянской среды, Который нигде не учился, Становится учителем ученейшего человека. Да дело в том, что старец Силуан имел особые, Сверхъестественные, благодатные дары Святого Духа. В этом простом афонском мельнике действовал Бог. И ученый Инок Сафроний, Еще не имеющий этих духовных даров благодати, Поступает в ученики к тамбовскому крестьянину, Для того, чтобы эти дары Святого Духа получить. Вот так построена монашеская жизнь на Афоне, Да и в любом настоящем классическом монастыре, С подлинной духовной жизнью. Есть старец и послушник. Старец имеет дары Божие, И преподает послушнику эти дары Святого Духа. Сафроний Сахаров издал замечательную книгу. Я только что зачитал текст как раз из этой книги. Эта книга называется «Старец Силуан». Эту книгу чрезвычайно полюбили православные люди многих стран. Она была впервые издана достаточно большим тиражом в 1952 году в Париже. И с начала 60-х годов отдельные ее экземпляры Стали попадать тогда в безбожный Советский Союз. И без всякого преувеличения можно сказать, Что книга «Старец Силуан», Рассказ о жизни Силуана Афонского, Вместе с опубликованными записями Силуана Афонского, В которых содержится рассказ о духовных озарениях, Откровениях, которые Старец Силуан пережил на Афоне, Привел в церковную ограду тысячи людей. Вот есть свидетельство, Профессор Московской Духовной Академии Осипов рассказывает, Что когда к его духовному наставнику, Замечательному подвижнику, Игумену Никону Воробьеву, В 1963 году попал слепой машинописный текст Книги «Старец Силуан», То Никон Воробьев, Отец Никон, Проживавший тогда в Смоленской области, Чрезвычайно обрадовался, Прочитав книгу, И сказал, Что вот еще одно свидетельство о том, Что церковь жива. Именно эта книга, Старец Силуан, Вместе и с другими свидетельствами религиозной жизни, В 80-х годах прошлого века Станет во многом отправной точкой Духовного возрождения В России, на Украине, в Белоруссии, в Казахстане. И совершенно точно, В 20 веке во многом Эта книга восстановит прочные нити, Которые некогда оборвались Между Афоном и Современными славянскими странами, Православной славянской цивилизацией. Ну как не вспомнить, Что монастырь, первый монастырь в Киеве Еще в 11 веке был основан монахами, Которые получили духовное воспитание на Афоне. Преподобный Антоний Киево-Печерский, воспитанник Афона. В 15 веке традиции Афона На русскую почву пересадил преподобный Нил Сорский. В 18 веке творцом духовного возрождения В Молдавии, на Украине, а потом и в России, Был также афонский ученик преподобный Паисий Величковский. И в настоящее время Афон играет колоссальную роль В становлении духовной жизни в наших странах. Каждый год монашеская республика на Афоне Принимает и новых иноков, и множество паломников из России, Украины, Казахстана, других родственных нам стран. Ну а книга «Старец Силуан» для многих из современных паломников на Афон Стала первым знакомством с жизнью Афона. И для меня, кстати, тоже. Я из этой книги именно, которую прочитал в конце 80-х годов, Впервые узнал, получил представление о духовной жизни Святой горы Афона, духовной жизни русских монахов Времен старца Силуана. Главное в подвиге преподобного Силуана Случилось уже в первый год. В его жизни в русском монастыре на Афоне. Он сподобился особого откровения от Бога, Переживания благодати Святого Духа, Некое сверхъестественное видение фаворского света Посетило старца Силуана. Это было в первый год его жизни на Афоне, И вот вся его дальнейшая жизнь, А это более четырех десятилетий, Состояло в том, что он непрестанно вновь и вновь Искал этого общения с Богом. И его замечательные записи, Которые были потом литературно обработаны Отцом Сафронием Сахаровым, В полной мере отражают и тоску души, На которую время от времени сходит Дух Святой, И сверхъестественную радость, Когда Дух Святой вновь посещает душу афонского монаха. Ну, конечно, кто-то может скептически относиться К этим записям старца Силуана. Ну, конечно же, атеист скажет, Что все это старцу привиделось, причудилось, Но не может же 50 лет чудиться и видеться человеку Что-то нереальное, то, что он за реальность принимает. Причем такому человеку, К которому тянулся весь афон, И образованные люди, и простецы, и стар, и млад, Человеку, который всем своим видом Являл спокойствие, уравновешенность, Неподдельное смирение, Выносливость, мужество, Трудолюбие, высочайшую мудрость, Все-таки всем своим видом, образом жизни, Своими словами, старец Силуан доказывал, Что его опыт общения с Богом – Это не фантазия, не выдумка, А самый, что ни на есть, подлинный опыт. И записи старца Силуана Как-то по-особому убеждают нас В подлинности его мистического опыта, В реальности этого общения с Богом. Вот еще одну цитату я сейчас прочитаю. «Господь по многому милосердию своему Дает нам благодать, И мы должны крепко хранить ее, Чтобы не потерять. Ибо без благодати человек духовно слеп. Слеп тот, кто собирает богатство в этом мире. Это значит, что душа его не знает Духа Святого, Не знает, как он сладок, И потому пленяется землею. А кто познал сладость Духа Святого, Тот знает, что она ни с чем не сравнима, И не может уже ничем плениться на земле. Но пленен только любовью Господа. И покоен он в Боге, И радуется и плачет о людях, Что не все познали Господа, И жалеет их». Вот очень много в этих записках Старца Силуана содержится важнейших советов В сфере духовной жизни. Очень много старец пишет о любви Господа. И в том числе пишет он о любви к врагам. Вот Старец Силуан, пожалуй, первый Дал такой простой, ясный критерий, Как распознать, По-настоящему ли человек Переживает состояние общения с Богом, Или он находится в состоянии самообольщения, То, что называется в церковной науке В состоянии прелести духовной, То есть ему кажется, Что он общается с Богом. Силуан дает простой и важный критерий. Показатель правильности духовной жизни И истинности духовных переживаний Есть не что иное, Как любовь к врагам. Ведь и Христос Спаситель Наставляет своих учеников «Любите врагов ваших». Вот человек в силу неких естественных инстинктов Любит близких ему по духу людей, Тех, кто делает ему добро, И сопротивляется любому проявлению агрессии По отношению к нему, к человеку. Это естественно. Это способность, свойство нашей природы. А вот если человек к лютым врагам своим, К своим мучителям относится так же, Как к самым близким друзьям, Это и есть верный признак того, Что человек преодолел некую свою Естественную ограниченность И помог эту естественную ограниченность Преодолеть ему Дух Святой. Такой человек-подвижник, Который находится в состоянии общения с Богом, Он просто потерял способность ненавидеть. Он, как солнце, изливает свет божественной любви На праведных и неправедных, На родных, близких и незнакомых, И абсолютно чуждых ему людей, И на лютых врагов. Вот таково учение святого старца Силуана. Почти что нашего современника, Подвижника начала XX века. Он умрет в 1938 году. В 1987 году старец Силуан был прославлен В лике святых на Афоне, В Константинопольском патриархате, В каноническом подчинении которого Находится гора Афон. А в 1992 году его имя вписано В календарь русской православной церкви. Преподобни, отче Силуане, Моли Бога о нас! Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова